Вы смотрите телевизионную информационную службу Лиманского района. Депутат областного совета от Лиманского района, председатель общества ТИС Олег Кутатыладзе поделился планами на 2017 год. Я старался везде создать условия, чтобы люди сами поверили в себя и чтобы они начали активный образ жизни и активно выполнять функции самоуправления. Это очень важная проблема на самом деле – активизация людей в области местного самоуправления, чтобы они сами действительно управлялись своими возможностями и своими селами, своими громадами. Так оно и называется – местное самоуправление, участие людей непосредственно в управлении села. Это самая главная задача, которую законодатель ставит и главная задача для системы советов. Потому что советы называются, их базовые уровни – это сельский совет, городской совет. Это главные базовые уровни – не областной совет, не районный совет, а именно эти. Потому что они непосредственно связаны с людьми. Так вот, очень хорошая инициатива получилась благодаря сотрудничеству в селе Троянтово. Там достаточно интересно проводит работу председатель, очень активный. И он собрал вокруг себя громаду. Есть общественный совет, и я очень хочу, чтобы такой опыт распространялся в других местах. Люди активно начинают управлять своим делом. Они уже не приходят и не требуют только от председателя, а сами участвуют в управлении своей жизнью. Это очень важное обстоятельство. Я бы очень хотел попросить ученых, чтобы они подготовили этот опыт. И мы могли его обобщить, мы его распространим. И, по крайней мере, я буду его распространять на все села, которые, ну, по крайней мере, находятся под моим воздействием, которые я и представляю их интерес. Следующий вопрос. Я хотел бы обратить внимание тоже по селу Кирово или Троянтово. Мы активно работаем там, потому что, чтобы создать условия экономической активности. Потому что село на самом деле большое. Там была раньше птицефабрика. Это, к сожалению, птицефабрика закрыта, как и все птицефабрики сегодня. И нужно что-то другое, новое создать. Там был сад когда-то огромный, хороший завод был, консервный. И пользовался большим успехом в этом направлении. И вот я попросил ученых, они сейчас делают бизнес-план. И подготовят меня, что нужно сделать для того, чтобы вложить деньги. Там значительные деньги надо вкладывать. Ну, по крайней мере, больше двух миллионов долларов. Это достаточно немаленькие деньги сегодня. И если подготовиться к бизнес-плану, и я буду видеть, что жители этого хотят, то мы тогда придем и будем, я там, кто-нибудь еще другой, мы создадим какую-то структуру для того, чтобы вложить туда деньги и на длинный период времени для того, чтобы возродить сады. Садоводство даст рабочие места. Садоводство даст многое того, что не даст, например, такое фермерское хозяйство. Потому что это происходит длинный период времени, вложение на длинный период времени, и рабочие места создаются. Это очень важный вопрос для села. И вот эта программа, которую мы будем делать, она требует инвестиций. Вот я сказал, больше двух миллионов долларов. Я думаю, что такое мы можем сделать непосредственно в Трояндово и в самом Курицево. И вот Курицевская громада получит тогда несколько предприятий. Это будут точки экономической активности, и будут бюджетные деньги у них появляться. Для этого надо рискнуть, потому что 2 миллиона надо уложить там сроком окупаемости на 8-10 лет. Это серьезный вопрос, но я надеюсь, что мы осилим эту работу вместе с селянами, которые там непосредственно живут, и при их поддержке. Потому что без их поддержки и без поддержки села, и без правильной организации границ села и всего остального, никто не вложит такие деньги. Следующий вопрос. Мы стараемся создать индустриальный парк вокруг непосредственно возле Трансинвест-сервиса, потому что там есть инфраструктура, мы делаем развитую железнодорожную инфраструктуру и морскую. И есть там территории. И вот сейчас одно из первых предприятий, которое сейчас запускается, это предприятие, которое будет делать утепление стен, такое утепление. И вот оно сейчас будет запускаться, туда вложены деньги. Мы хотим создать предприятие в новых белярах, предприятие по чистке, стирке, глажке одежды производственной. Мы отработали этот вопрос, активную позицию занимает депутат Новобелярского сельского совета. Мы с ним работаем. Пока, к сожалению, не реализовали эту программу, но я надеюсь, что в следующем году я уговорю все наши предприятия, чтобы мы сделали такое предприятие. Оно, во-первых, даст нам экономию немножко в деньгах. И на разных транспортных и других расходах. А во-вторых, она даст рабочие дополнительные места и заработок людям, которые непосредственно живут в новых белярах. И вот такие программы мы хотим реализовывать повсеместно и поднимать немножко уровень возможностей людей. Большая работа была проведена, я непосредственно участвовал в этой работе, это в объединении громад. Я езжу в села, так и в Доброславской громаде, я, например, был в Шампалах, с ними разговаривал. Особенно большую работу мы проводим вместе с председателем Курисовской будущей громады, ну, председателем Курисовского сегодняшнего сельского совета. Я был в каждом из сел, которые хотят объединяться. Вот сейчас мы должны встретиться еще раз, второй раз поехать в Трояндово, для того, чтобы их убедить, что это необходимо. Это работа непосредственно на сходах граждан, на сельских советах, на исполкомах, где мы объясняем, где каждый раз я довожу до людей, почему нужна эта громада. Привожу с собой ученых, председателей сельских советов, мы вместе ходим, объединяемся. Огромная работа была проведена мною непосредственно вместе с сельскими советами по объединению визирской сельской громады. Там была проблема, связанная с тем, что город Южный хотел присоединить все эти села четыре села без Перша Травневого, хотел присоединить к себе, для того, чтобы замкнуть этот узел. И села хотели объединиться между собой, создать сельскую громаду. И вот был спор, какую громаду надо создать, сельскую или городскую. Значит, этот спор был очень долго, полтора года длился. И, знаете, много раз, особенно были трудности сначала в новых белярах, там сход наконец-то понял, что правильно принял решение. Потом, ну, трудностей не было в Визирке, трудностей не было в Перша Травневом, но огромная трудность была в селе Сычавка, потому что руководство города Южного, я не думаю даже, что граждане города Южного, жители, потому что их это, на мой взгляд, не очень волновало, потому что у них ухудшается, например, положение, если будет присоединяться кто-то. А вот руководство города Южного, очевидно, желая увеличить площадь и территорию, их понять можно, они хотели взять Сычавку. И у нас полтора года шла борьба за эту Сычавку между Сычавским, сельским советом Визирским, и, то есть между сельской громадой и городской. Поскольку начинались споры и уже семьи между собой начали конфликтовать, то было принято решение с сельским советом, значит, чтобы снять этот конфликт, провести опрос с консультативным путем голосования, как на выборах, типа референдума. И голосование прошло так, чтобы большинство проголосовало за присоединение к Визирскому сельскому совету для образования сельской громады. Областная государственная администрация, значит, уже дала высновок по этому объединению положительный. Демократия – это такая форма правления, в котором решает большинство. Если большинство решило, до того, как решило большинство, можно спорить, можно обсуждать, можно до хрепоты ругаться. Но как большинство приняло решение путем голосования? Здесь уже надо подчиниться, потому что я много раз повторял фразу Черчилля «Демократия не самый лучший способ правления, но другого мир не придумал». Следующий год будет главным для меня – это формирование вот этих всех трех громад, с тем, чтобы эти громады сформировать, создать план стратегического развития по каждой из этих трех громад, проработать в этом плане стратегического развития и тактические вопросы по поводу формирования точек экономической активности. И следующий элемент, я сказал, с точки зрения формирования самой активности людей в организации местного самоуправления. Вот если мы добьемся, это мой план на следующий год, я надеюсь, что с помощью вот этих людей очень многое удастся. Я хочу честно сказать, что люди в селе очень добросовестные, они, значит, много работали над собой, очень сильно пострадали, потому что тяжелое положение. А кроме того, знаете, наша страна, к сожалению, выбила из них желание быть фермерами. И поэтому многие из них просто сдают свою землю, а активными является только несколько человек. Хотелось бы, чтобы люди были более активными в этом направлении, и тогда у нас появится больше продуктов, больше возможностей. На самом деле страна имеет невероятные возможности, но разрыв между возможностями человека, который живет в городе, я еще не говорю о самых богатых людях, просто о людях. И те возможности, которые в селе колоссальны. И это неравенство надо стирать. Не за счет того, чтобы села превращать в города, то есть, значит, а за счет того, чтобы села поднимать. И, может быть, тогда некоторые из них в более лучшем положении и могут объединяться в города, а некоторые объединятся между собой. И надо дать возможность человеку поверить в свои силы. Это самое главное, что сегодня государство должно сделать. И думаю, что самое главное, что должен сделать депутат. Научить людей поверить в свои силы. Редактор субтитров А.Семкин